Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это новая партия в Сидмерс Цивилизейшн 6 Gathering Storm. В этот раз мне выпала Швеция, но уже как стало традиционно мы играем случайными цивилизациями, поэтому что досталось другим игрокам, некоторое время будет тайной. Решили сыграть на панге, но и она, немного забегу вперед, получилась странной. В общем, необычная партия, а именно такие я стараюсь показывать вам. Из необычных настроек только отмечу, что стихийные бедствия поставлены на максимум, на четверочку. Возраст мира стандартный, так что осталось только напомнить, спонсоры канала весь этот сериал видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку, именно благодаря им я вот стараюсь так часто выкладывать игры. Для всех остальных серии будут выходить раз в день, и прошу вас держаться в комментариях от оскорблений участников и от бессодержательных спойлеров. На этом вступительное слово закончено, приятного вам просмотра. Так, давайте, во-первых, глянем Швеция у нас. Ну это на культуру, может попробовать поиграть через культурную победу. Получает 59 мирового влияния. Так, караинская пехота, королевская библиотека. Это в театралочке. И музей под открытым небом. Две к лояльности заход, две к культуры, два к туризму. Закажите планшафт, на которых стоят города. Да, это, кстати, на разных надо ландшафтах еще ставить. Швеция получает одну очку великого инженера от фабрик, одну очку великого ученого от университетов. Здание с тремя и более ячейками шедевров. Они сразу тематические, да, и на площади... Ну это, да. Но за Швецию, по-моему, уже как-то играл. Блин. Вроде место и неплохое, но надо на побережье так доставить. А что по стихиным бедствам решили? Четверка. А что, у тебя уже затопило? Нет. Вот мне странно, делаю, непонятно. Вы не любите ухудшать себе условия тем, что там поставить старый возраст мира. Но, тем не менее, любите, чтобы было похуже в том плане, что разрушалось все это, затапливалось. Ну, стихийные бедствия, они как ухудшают, так и улучшают, понимаешь? Ну, четыре клетки разрушат, одно улучшат. Ну, я бы сказал, да, что это как такая немножко дополнительная механика, которую ты можешь... Тут, конечно, на самом деле, вот тут место лучше, чем здесь. Но терять место у моря я не хочу. Я здесь могу какой-нибудь другой город поставить. Плюс еще вот здесь. Видите, тут на реке может быть город какой-то. Потому что если я ставлю вот тут вот столицу, то получается у моря, вот на этом устье, ничего уже не поставить. Что, конечно, ну, мне кажется, не очень. Места, в принципе, ну... Здесь все еще с вами? Ну, да. Ну, так как бы хоть не завершил, показывать. У меня... Подождите, пожалуйста. А, вот, все, все, пошла, пошла. Так, мореходство. На ближайшую реку с опаской посматривают. И начнем с разведчиков. Так, да, тут все правильно. Немного производства здесь, к сожалению, для начала. Видите? Да, блин, я сюда хотел встать. Что-то лагануло. Так, что мне исследовать? Ну, начнем с лошадей, потом мне надо... Я подогласил Лешину болезнь. Кто-то ставит метки, выгляж? Ну, все, лишь одну меточку. Да, мет уже подлагнуло. Так, ну, надо брать варваров. Мы заметили варваров. Мы давно уже их заметили. Блин. Ладно, сюда пойду. Тут примерно просто понятно уже, что. Рек дофига, но смотрите, как мало производства. То есть, все сплошные луга. Да, хожу я, хожу. Еще так медленно как-то свод законов открывается. Просто атаковать без плюс 5. Не особо хочется, чтобы тут варвары появлялись. Надо этот лагерь забирать, я думаю. Ну, и деньги дополнительные. Ну, как-то суд законов долго реально открывается. Так, еще разведчик или лучше строителя брать. Ну, что я строителем могу обработать? Я только смогу рис обработать. Ну, с другой стороны, это Стокгольм будет... А, вот у меня еще на нефрите культура. Нефрит, да. Да, надо строителя. Надо нефрит обработать. Обработать рис. Ну, и, наверное... Блин, крабов не особо хочется. Так, давайте... Пойдем в мореходство, значит, после горного дела. Хотел бы рыбу обработать. Я думаю, что рыба добавится к этому моменту. Так, один ход полечусь, потом проатакую. Копье и получу прокачку. Ну, повышение. Получу повышение. О, руинка. Здорово. Одно население. Отлично. Это очень вообще вовремя. Очень хорошо. Так, вот тут мы оставим. Надо именно на культуру. Видите, две клетки обрабатываются без... Давайте, наверное, поселенцы в следующем. Хотя, я еще подумаю, честно говоря. Две клетки обрабатываются вообще без производства тут. И знаете, что может даже не крабов обрабатывать, а еще вот этот холм, скорее, еще одну. То есть, я здесь поставлю шахту, обработаю рис для ускорения... А, закустили, нафига мне... Не, рис надо обрабатывать хотя бы, чтобы еды было много. А потом куплю вот эту клетку. Я захвачу этот лагерь, у меня будут деньги. Куплю эту клетку и сделаю еще шах... Ох ты, блин, как разлилось-то. Так, возьму... Сюда подойду и возьму перемещение по холмам. Здесь, значит... Плюс семь к силе. Реально, свод законов так долго открывается что-то? О, у нас тут лошади. Так, это уже интереснее становится. Ну, видимо, мы будем обрабатывать... Нефрит, лошадей и рис. Вот так мы будем делать. Причем сначала с лошадей начнем, потому что у нас еще горное дело не будет. А, нет, три хода у нас. Очень-очень медленно все открывается. Может, даже мне уже сейчас купить эту клетку. Вот так сделаем. Окей. Так, что тут моего воина прям... Давайте я вот эту территорию исследую. Я хочу вот сюда, город. Карта какая стоит? Пангея. Не похоже? Да нет. Проверил. Пангея точно. Так, пока давайте международную торговлю. Я близко к кому-то тут варварах поторонял. Ну, это можно город-государство быть мудо или ураган, точно. О, да, да. Привет, Люкс. Хорошая нация у тебя, ты издеваешься. У тебя магнит, что ли, на меня стоит? Ну, ты не играл давно с нами. Видишь, он соскучился по тебе. Так, хорошо. Вот тут хорошее место прям. Вот это жирненькое. И насколько далеко ты отсюда? Ну, как минимум, 10 клеток должно быть между столицами. Ну, 11 клеток. То есть, можно жить в мире, расселяться, видишь? Ну, я готов на мир. Так. Пять очков, девятый ход. Будем ли мы делать религию, как вы думаете? Что у нас тут вообще? А, ну вот видите, рыбу присоединю. Ну, сейчас мы, конечно, не будем это. Тут еще два ресурса мы на будущее оставим. Понимаете, знаете, что жалко? На самом деле, мне надо треугольник вот так ставить. То есть, этих крабов надо будет вырубать. Потому что на этом месте ставить коммерческий район. То есть, вот так треугольник. Но это при таком малом количестве производства в столице захватывать холм районом не очень. Так, тут мы стоим, лечимся. Здесь пошли обрабатывать все. Колесо ускорили. Тут я залочил, чтобы культуру получать. Не, все правильно, все правильно. Так, соберем руинку. Что, ускорили? Каменную кладку. Кстати, хорошая. Хорошая руинка. У меня, видите, нету нигде. Ну, вон, камень. Но я очень сомневаюсь, что в ближайшее время я его... Ну, вот камень. Нет, как не супер. Бездомный... Бездомный док. У нас собака, здравствуй. Блин, проблема в том, что... Это вот жалко, конечно, что если... Ой, тут поселенец. Получается, что я только сюда могу поставить город на побережье. Тогда сюда не влазит. А тут тоже хорошее место. С жемчугом. Ладно, посмотрим сейчас там дальше. Может быть, зря я сюда иду. Тут, может, кто-то еще будет. Так, давайте следующим разведчика. После поселенца. И потом после разведчика еще одного поселенца. Вот так сделаем. Кстати, я, может быть, даже и купил бы здесь... Стою, лечусь, потому что, ну, убить могут. Тут вот хороший город. Ну, хороший. Уже средний. Потому что тут не так много производства. Ну, точно надо вот это все исследовать, еще посмотреть. Тут, видите, я вижу янтарь. Кофе. Вот тут вот хорошо становится. И это все культура, между прочим. Так, все еще веселее. Так, давайте, наверное, мастерство начнем открывать. Стоит ли мне сюда идти, я вот думаю. Ладно, на холм прыгну. Надо как-то вот так вот вокруг себя исследовать. Лулельвин. Да, такие шведские, конечно, названия. Все вокруг. Да, ну, тут уже не такое супер место, как здесь. Ну, тоже хотел... А, вот, кстати, озеро здесь. Озеро, значит, сюда город становится. С пресной водой получается. Угу. То есть, видите, вот здесь просто доступ к воде, типа побережье. А здесь конкретно пресная вода вокруг озера. И рисик обработаем. Чтоб город быстрее рос. После появления поселения. Ну, очень, кстати, повезло мне с руинкой на плюс жителя. Это неплохое подспорье. С другой стороны, у меня как бы и так, в принципе, еда была в городе. У меня производства нет. Мне надо... Я бы здесь еще одного купил рабочего, чтобы обработать эти морские клетки. Оба. Обе. Таким образом мы ускорим навигацию по звездам. И... Этот холм. Так. Хорошо не ускорили. Мастерство ускорили. Континент мы так все еще и найти не можем, да? Ладно, наверное, можно уже идти этим дуболом. Я хочу внизу сначала исследовать. Вот столько рек вообще. Интересная карта. Все внутри хода. Блин, я думал, два хода будет, если я обработаю рис. Ну, ладно. Я бы до пяти жителей вырос тут. Блин, вот тут, конечно, хорошее место. Столько культуры. Я, наверное, третий город сюда пойду ставить. Второй город все-таки сюда, потому что тут еды дофига. И производство соответствует. И тут тоже культура. Иди, заблокируешь. Да, я могу на пару клеток выше поставить. Все, больше никто никого не встретил, только эти двое. Я встретил еще. А, точно, люкс. Люкс. Люкс там всех встречает. О, и я встретил. Здорово. Супергерл. Хорошая нация, хорошая. Что-то я опасаюсь уже тебя рядом. Так, гончарное дело. Обработку бронзы давайте потихоньку открывать. Ну, я двоих убил уже точно. То есть, третьего варвара тут. То есть, тебя стоит не опасаться, да, ты думаешь? Я думаю, да. Чего, чего не опасаться? Ты опасный. Далеко ты отсюда? Через горы, через холмы, через тридцать. А, у тебя там горы. Нам надо строить чудеса. У нас производства не так много для чудес. Вот в чем проблема. Так, мастерство открыли. Поселенца построили. Чего ставим? Блин, что-то еще долго до пантеона. Значит, ничего не ставим. Пока пойдем в трудовую повинность. Я все еще надеюсь открыть континент другой. А у тебя там континента другого нету, случайно, какого-нибудь? И в связи с тем, что тут Венгрия, там надо бы мне, конечно, города-государства понаходить, чтобы бояться его атаки городами-государствами. Ну, вся информация продается. Надо знать только. Не, ну это... Это уже как-то не хочу платить за другие континенты. Может, за ГГшки я бы платил? А, за континенты? Блин, круто тут у Венгрия, конечно, с производством и со всем. Привет, признавный. Здорово вам. Сейчас я скаутом сюда побегу исследовать и решу, стоит ли... Ну, вообще, я бы не сказал, что тут много... много хороших мест для городов. Прямо скажем. А за скаутом я бегаю, чтобы получить прокачку, обработку бронзы. Венгры-науки-то побольше. Ну, у него, может, какое-то это... Видите, у меня на одну культуру больше, чисто из-за обработки нефрит. Значит, что у нас... Что у него столица такого же размера, как и у меня. Соответственно, у него три науки. Это, скорее всего, из-за какого-то ресурса. То есть, это не за счет жителей. Дайте, наверное, сюда пойду. О, нашел! Нашел другой континент. Поехали открывать международную торговлю. Хотя, посмотрите, у нас... Знаете, что? Я ее открою, когда на пантеон накоплю. А куда скаут варварский делся? Так, пойдем сюда исследовать. Ну что, покупаю, наверное, здесь рабочего. С другой стороны, может, мне в этом городе купить? А что я тут буду обрабатывать? Только бананы, еще даже орошение не открыто. У меня орошение не открыто. Не, надо в Стокгольме вот эти три клетки, как я и говорил. Тут тем более пять жителей. Нормально будет. Начну с холма. Потому что это производство. Это производство. А потом уже крабов и рыб. Ну, и крабов потом придется, когда я решу гавань, ставить, вырубить, к сожалению. Отлично. Ну, в твою сторону вот и один поставил, а второй куда метку поставил, только туда поставлю и все. Отлично. Так, ребру красиво стоит. О, у меня тоже какие-то горы. Здорово. Так, скаут в итоге куда-то вообще убежал. Будет обработку бронзы отложить. 10 плюс, то есть два хода у нас осталось. А торговля за один ход открывается. Нет, пока еще. Давайте сюда. О, слушайте, тут какие-то интересные прям места. Вот реально сюда третий город надо будет ставить. Прям неплохо даже, я бы сказал. тут вот четвертый где-то влезет. Пока не ставлю метку, потому что не уверен в расположении. Но, скорее всего, блин, если сюда, то это прям под вулкан город. блин, надо думать. Придется думать, представляете, не все вот так бездумно. Какая-то игра думать заставляет, нет, чтобы в шутерок погонять. ресурсу какая-то так прилично, хотя мы на стандартном играем в мире. Ранняя империя ускорена. Хорошо. Так, все, следующий. Так, вот сейчас открываем международную торговлю, ранняя империя. пошли. Ну, тут реально горы есть. у меня, в принципе, какие-то кампуса можно будет поставить. Ничего такие. Даже. Так, что, живем, живем, норм. Ребру там растет. Да, но мне надо сейчас опа. Международная торговля открыта. Так, ну, пока я не могу, видимо, кто-то другой берет пантеон, но поменять бог царь надо. И поставлю, наверное, на производство. У меня с производством вообще печаль. Так, может, на юниты подождите. Три хода до поселенцев. Тут шесть. Просто после поселенцев надо бы юнитов под настрой. Да, я на юнитов поставлю места плюс пять против варваров. Обработку бронзы убираем. люкс не хочешь дружбу заключить? Хороший вопрос. Так. Ну, вопрос-то хороший, а как ты на него ответишь? опа. А вот это означает, во-первых, пока выход в нормальный век, но это крутое чудо. Это очень крутое чудо. И получается, мне надо город куда-то сюда, видимо, поставить. так, надеюсь, мы убьем его. Да, есть, открыто, открыто железо. Очень неплохо, так, очень неплохо. Может мне железо? Нет, я хочу сначала этих рыб опработать. Так, дальше у нас гончарное дело идет. Давайте астрологию откроем. Да, давай. Что с пантеоном? Престиж потрясающе и высшее. Что я все смотрю, что на веру есть. От каждого улучшенного стратегического ресурса. Лагеря у меня мало, пастбищ. Тоже так. еще на месте находится рядом с рекой, тропические леса, пустыни, тундры. Знаете, что, я возьму бог ремесленников. У меня тут лошади, железо рядом. видите, пошла и вера, и производство. Еще обработаю железо и вообще будет... да, надо куда-то сюда ставить город. Когырка, здорово. Фига себе, где-то так уже прокачал скаута. так, как бы мне поставить город рядом с этим чудом? На камень еще можно, да? так, здесь давайте прачников. Блин. я хочу поставить рядом чудом, чтобы мне дали очки за то, что я рядом с ним ставлю, но это получается только на овец, ну, то есть через клетку. Или рядом прям чудом, или через клетку дают за это очки. Вот в чем дело. Ну, в любом случае, пока сюда пойдем, ладно. Блин. И восемь ходов до золотого века. До возможности получить золотой век. Ого, тут еще геотермальный источник. То есть вот тут например кампус, да? Блин, куда же мне город ставить? ну, игра предлагает сюда, да? Да? Блин, я, наверное, вот сюда поставлю. да, без пресной воды. Ну, во-первых, я получу очки эпохи, во-вторых, крутая клетка будет, ну, в-третьих, к виду, как я построю здесь в итоге. и в-третьих, я ставлю места еще здесь для городов, если я сюда поставлю. Тут-то ладно, тут в принципе неплохой город, с хорошим производством, рядом с чудом. Другое дело, где мне еще очки набрать эпохи. так, тут варваров вроде внизу нету, ускорили навигацию по звездам, так, еще ход. Торговца я бы купил 90, мало денег. Блин, галеру можно построить, да? Тоже очки эпохи капнут. У нас еще варианты. в навигации по звездам выйти, да, успею. Ну, в смысле, в античность тоже очки эпохи дадут. Сейчас ставлю город рядом с чудом раз очки эпохи, выхожу в античность, это одно очко эпохи, галеру наверное три, три очка надо галеры строить. Две галеры надо будет построить, конечно, не совсем морская карта, но иначе тут не выйти. Хорошее чудо у меня тут, хорошее. О, а там какая-то научная ггшка. Ну-ка, надо встретиться. Блин, вот видите, он там дуболом сейчас научной ггшки атаковал этого варвара. поставил два района и оба раз угадал с местонахождением же. Везу-ка тебе. Так, я две галеры сначала построю, а потом уже буду поселенцев. поставлю карточку следующим ходом. пять ходов. Должен выйти, мне кажется. Что там за чудо рядом нашел шрифт? а чёрт. Что такое? Там чё надо какой-то обладаться спалил по-моему. Да, спалил. Никто не услышал, а никто не понял, наверное. Такое чудо, где, где? Ставь метку, метку всем ставь. Может, я бы что не нашел и найду сейчас. Нет, я шел с другой стороны, ты через него должен выйти. А, я вижу твой скаут, я понял, да? Рарайма. карточки. Ну, в политическую философию как-то я с этими с районами немного отстаю. Поленки. Кто первый Поленки встретил? Венгер, что ли? Да. Вот, наверное, откуда у него наука. Всё-таки от ГГшки. Ну, это далековато ГГшка, то есть, что боятся, что он будет использовать против меня. Так, семь очков. По-моему, три очка сейчас дадут за... Нет, не три, два. А тут? А тут как раз три. Блин, мне два очка надо. Выход в античность одно очко, по-моему. блин, короче, как-то не хватает мне. Лошади, я тоже не могу сделать. 19-24, я думаю, ты не хочешь забирать этот лагерь. Ну, прости, мне условия диктуют немного другое. у тебя очков эпохи сейчас ровненько на темный век. Не трогай лагерь, я могу тебе деньги за него отдать. В смысле, ровненько на темный век. У меня один, одну очку не хватает, чтобы я вышел в нормальный. Тебе не надо выходить в нормальный. В этой игре нормальный век самый плохой. Ты не успеешь уже в золото никаким образом. Тебе надо закрепиться в темном. Потому что нормальный век тебе не дает ничего. В темном у тебя будут карточки и потенциально нормальные шансы выйти в следующий век в героический и взять три при устремлении сразу в героическом. А в нормальном ты только новичок. Ну, короче, я могу тебе отдать деньги за этот лагерь. Просто не забирай его. Я думаю, это будет выгодно. Вот что тем все нормальные веки дают. Наводнение здесь произошло. Увожение. Ну, давай так. Я тебе этот лагерь тогда оставляю. Ты мне тут явно нету никаких ружин. В разу больше голды. Нет, это не дело. Я могу тебе отдать полностью ту голду, которая есть там. В этом лагере. Там же ускоряется. Так что полностью голда это ничего. Плюс он заберет варвары, который нужен рабочий. Бронзо. Но равная цена это вот так. Хорошо, это человек хочет два. Если ты не хочешь два раза больше голды. А, я получу, кстати, вот, я очко получу за обработку после наводнения, по-моему, так? Не хочешь поверить. у меня не улучшилась клетка. Я согласен тебе отдать полностью все золото, которое там есть. Нет, повышена плодородность клетки. Вот какой клетки повышена плодородность? Вот это, по-моему. Если я ее починю, по-моему, мне дадут очко, да? Так, мне нужен просто срочно здесь строитель. Я не успею. Сколько он строится? Четыре хода. Блин. Купить его 115. Какой-нибудь деньги вообще есть? Как гырка. Так, мне надо 30, 50, что ли? Да. Как гырка, дай в долг денег, я тебе потом 75 отдам. Хрена себе тут наводнение. Блин, не может. Ну вот, одну очко это я вышел в античность. Блин. Блин. О, лагерь варваров. Но я его не могу забрать. у меня еще два хода. А, вот сейчас у меня будет следующим ходом. Вот, я тут улучшу. Вот будет. Все. Фу. Следующим ходом появляется рабочий. И я улучшаю здесь клетки, которые улучшены были после... Так, здесь уберем, наверное, что на содержание юни... Ну, все, минус 2. поселенцев мы оставляем строительство. Плюс 5. Нафига мне вроде варваров вообще. Давайте содержание. Все-таки два золота это два золота. А что ты мне угрожаешь-то? кто там тебе угрожает? да, да, Фух, золотой век. Как вырка. я бы, честно говоря, я бы, честно говоря, даже его забирал и посмотрел, как бы ты прошел вот через этот вот сплошную цепь гор. так, так чисто поселенцы. Знаете, тут постою. Так, карта, кстати, довольно странно как-то сгенерировалась. Лечимся. Так, ну здесь надо, кстати, пошли ворошения. Здесь я железо обработаю и кофе. Здесь мне надо железо обработать. Ну, я же пантеон взял на стратегические ресурсы, которые дают мне всякое. Да, у тебя удовольствия нету. А что у нас с караванами могу я купить караван? Соточка. Соточка, соточка. Ну, давайте тут, наверное, тогда гавань строить. Ну, порка, порно-война, то есть ты будешь на меня наседать. Я посмотрел, как ты это сделал. Уже не надо, спасибо. Так, монументальность. Ну, у меня, к сожалению, нету веры, так уж много, чтобы покупать, но в принципе, то, что у меня быстрее будет двигаться рабочий, но это не работает, потому что будем заседать в центре коммерции гавани, и у меня нету ничего. Это тоже у меня мало районов, поэтому монументальность. 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 пошли железо обрабатывать. постою, полечусь пока. Может, пойти с тем лагерем, или лучше тут стоять, чтобы не появились варвары? О, бразилец оказывается ближе, чем оказывается Кагырка ближе, чем Супергерл. Ладно, пойду к лагерю тогда потихоньку. О, не проплыть. Блин, мне бы еще одну ГГшку найти для политической философии. Тут пока тоже встану в защиту. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.